Добро пожаловать на канал Цвет Настроения. 15 апреля примадонна российской эстрады Алла Пугачева отмечала 75-летний юбилей. Еще накануне юбилея 14 апреля Пугачева выпустила песню с названием «Я плачу». А уже в день юбилея певица выпустила другую песню под названием «Жизнь слишком хороша». Надо заметить, что на этот раз 75-летний юбилей Аллы Пугачевой обошелся без поздравлений по российскому телевидению. Сетки вещания российских каналов отсутствовали программы ко дню рождения известной певицы, хотя с прошлым юбилеем ее лично поздравлял сам президент Российской Федерации. Вместе с тем надо отметить, что и многие коллеги-певицы проигнорировали этот торжественный день, но нашлись и те, кто поздравил звезду. Так, публично с днем рождения Аллу Борисовну поздравил ее супруг Максим Галкин, признанный иноагентом, дочь Кристины Арбаката, музыкальный критик Артур Гаспарян, режиссер Кирилл Серебренников, Нателла Крапивина, Татьяна Лазарева, признанная иноагентом и многие другие. А актер Данила Козловский поздравил певицу прямо со сцены. Во время выступления во Франкфурте он признался в любви к Пугачевой и исполнил песню «Любовь, похожая на сон». Ксения Собчак поздравила Аллу Борисовну, сняв о ней фильм, в котором коллеги Пугачевой по цеху и поклонники и ее творчество поздравили любимицу с юбилеем. По слухам, Алла Борисовна собиралась с размахом отметить свой юбилей. Певица намеревалась устроить банкет на 160 персон. Изначально вечеринка планировалась в Израиле, где последнее время проживает Пугачева с семьей. Однако планом Артиске помешал новый виток эскалации военного конфликта в Израиле, небо над которым закрыли после атаки Ирана. После чего, по некоторым сведениям, юбилей Артиска все же отпраздновала, но на Кипре, куда пригласила только близких, друзей и родных. Сразу после юбилея Пугачева запланировала дать концерт в Израиле, а затем поехать с гастрольным туром по странам Европы. А вам, как всегда, спасибо за внимание. Оставляйте свои комментарии под данным видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал Цветностроение. И до новых встреч!